Продолжим грамматический разбор Суры Аль-Байна. Мы провели грамматический разбор слов Мухлисын и остановились на слове Адддин. Адддин – это прямое дополнение для Мухлисына слова Мухлисын, так как Мухлисын – это Исмуфа'ль, имя действовать для причастия действительного залога. Ямал – это фа'ль, который может влиять или воздействовать на окончание других слов, так же, как его глагол, от которого оно и образовано. У Аль-Байна – это признак состояния действия в этом имени. Аль-Байна – это явная фа'ль на его конце. Мухлисын – это ха'ль, вторая ха'ль, вторая обстоятельность образа действия. Мансуб – он поставлен в состояние в винительном падеже. У Аль-Байна – это признак падежа нас в этом имени. Мухлисын – это фа'ль, вторая ха'ль, вторая ха'ль – это фа'ль на его конце. Мухлисын – соединено с предыдущим глаголом «Ябудун» Вал ма'туфа аля л мансуби мансуб он мислю соединенный с поставленным со стоянным глаголом глагол так же как и он будет со стоянным винить в состолагателе наклонений. У алама-танаспий признак со стоянным глаголом в этом глаголе хадзл фуннуни удаление нуна и неяботан аль-фатхи в качестве замены фатхи. Вал вау-авау это дамирин муттаслин слитное местомение мобни аля сукуни с неизменяемым кончайным сукуном на конце. В махалле раф и на месте паджа раф именитину паджа. Фауле 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 действующий лицо данного глагола. Вал альф альф литтафрика альф на конце служит для различия. Вал фауле 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 глагол я киему со своем фауле все это жмлотун фаулеетон глагольные предложения. Ла махалле ла хмин аль-Араби не иметь место в паджа бил аатфа аля жмлоти ябуду вахдах и пострессам соединения с отдельным взятым предложением ябуду. Но вместе с подразумеванием значения частицы «ан», то оно тоже так же, как и предыдущая, будет рассматриваться как мастер имя действия. То есть им было повелен только поклонение Аллаху, совершение намаза и выплачивание заката. А что касается грамматического разбора, то он точно такой же, как и у предыдущего слова я киему с Салата. Во всем, без исключения. Поэтому не будем все это повторять. Перейдем к следующему предложению. Это правая вера. Вау указывает на возобновление речи, то есть на новое предложение. Мобниу аляль-фатха с неизменяемым окончанием сфата на конце. Вау указательное место имени. Мобниу аляль-сакуни с неизменяемым окончанием сакуном на конце. Фимахалли рафа на месте паджа рафа имениттину паджа. Мумфтадан подлежащий именного предложения. Аль-Ламу лам это лам-буды. Лам обозначающий дальность того, на что указывает. Мобниу аляль-фатха с неизменяемым окончанием сфата на конце. Аль-Кафия это харфа хитобин харф, указывающий на второе лицо, на собеседник, то есть обозначающий второе лицо. Мобниу аляль-фатха с неизменяемым окончанием сфата на конце. Дальше дину. Дина это у нас хабар лам-буды, сказуемый подлежащему. Морфу амбуды поставлен подлежащему в состоянии рафа имени Тин-Падж. Вау алямату рафа и признак падежа рафа этом имени. Дин является первым членом из-зафетного сочетания. Второй член из-зафетного сочетания. Морфу алямату рафа поставлен подлежащему в состоянии рафа имени Тин-Падж в этом имени. Аль-Касрату-Зафрату-Аля-Ахилих явная кассра на его конце. Вау аль-Мубтада ума хабарихи подлежащие вау вместе со своим хабаром, сказуемым один. Все это джумлету не смеетун, именное предложение. Истинно фиетун, возобновленное новое предложение. Ла махалля ла хаминал-Ираби не имеет места в падеже. Аллаху алям. Ла махалля ла хаминал-Ираби не имеет места в падеже.